Всем добрый день! Не так давно у меня был анбоксинг на трёшку компанией YJ, которая называлась MGC или MGC. Средней ценовой категории магнитный кубик 3х3. И он многим понравился, хотя выпускается только в стикерной версии, цветного я почему-то не видел. Многие топовые сборщики им собирают в России, я это видел. И я решил, а почему бы не купить такой же кубик, но 2х2? Почему бы и нет? Попробуем его открыть. Коробочка похожа на трёшку. Так, ну интересный бокс, такая крышечка, сам кубик. Здесь запасные магнитики, шайбочки, пружинки. В принципе, как и у трёшки. Тут в домшке кто-то что-то отгрыз. Кто-то был голодный. Так, потайных никаких там, наверное, нет. Скромная инструкция. Компания YJ не балует. По-китайски, немного по-английски. Даже какие-то алгоритмы есть. Пусть лежит. Сам кубик. Цветной. Цветного пластика. Давайте вскроем. Хорошо так запакован. Смазан. Махнитики слабенькие достаточно. Сравнивать я буду, наверное, с Go-Go. Мой основной кубик 2х2 сейчас. Ну, размер, видимо, 50 миллиметров. Да, ровно 50 миллиметров. Цвета такие нежные. Голубенький. Давайте сравним с маюшными. Аосо синий, а здесь голубой. Красный тоже более светлый. Зелёный похож. Оранжевый похож. Белый есть белый. Жёлтый. Какой-то такой здесь тонкий пластик. Просвечивает внутренние детальки. Покрутим. Кубик жидный. Смазан так хорошо. Он вращается, кстати, неплохо. Достаточно растянут из коробки. Такие вот устроения. Внутри получается неокрашенный пластик. Вроде как да. Вон трёхки тоже было. Неокрашенный пластик, правильно. Внутри. И здесь он. Весь жигный выскальзывает. Вдруг. Что-нибудь на нём. Сейчас двушки очень тяжело сравнивать. Но все уже достаточно хорошие. Ну, кроме Гана. Ган мне не понравился. Я даже не знаю. Он вроде недорогой кубик. Вроде и крутится хорошо. Ну и тут есть МФ2С. Который стоит копейки, а крутится отлично. Я не могу сказать ничего плохого про этот куб. Опять хвалить каждый раз. Хороший. Просто хороший кубик. Давайте попробуем их собрать. Собрался. И если что, он с коробки очень жирный. Вон они просвечивают магнитики. Очень тонкий пластик здесь, по всей видимости, позволяет создать эффект более сильных магнитов. Логотипчик приклеен. МГЦ, МГЦ. Вот и не я английский. Кто как больше любит. Причём он такого же размера, что и на трёшке. То есть это одинаковые логотипы. Специального не делали. Обычно на двушку более крупный делают. Здесь нет такой же. Поленились. Так, в принципе, это нормально. Хорошая двушка. Я не знаю. Можешь попробовать ей пособирать на соревнованиях. Я двушку не очень хорошо собираю. Поэтому у меня разница-то невелика. По мягкости и комфорту он напоминает вот Гуагуан. Хотя вот Гуагуан, конечно, впустрее. По звуку, конечно, более на бюджетный кубик похож. Вскрыть ему был уголок какой-нибудь. Я не уверен. Приклеены здесь магниты или в пазах. Ладно, картинку приложу. Видно будет. Сейчас не буду скрывать. Недорогая и неплохая двушка. Магнитная. Цветная пластика. Достойная? Да вполне. Почему он длинный? Нормальная двушка за небольшие деньги. Магнитная. МГЦ. Трешка была недорогая и неплохая. Теколора почему-то не было. Двушки есть. Вайджей выпускает. Ну, как отделилась от компании. Мою. Действительно отделилась. Решил выпустить достойные головоломки. Что трешку, что двушку. Ждем четверку. Магнитную тоже. Ну, а на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok